Что, до завтра в Москве? Но для тебя-то это норма, а ты до сих пор из Магнитогорска летаешь, Олег? Магнитогорска, да. В этот раз опять, как и в тот раз. Как дорога? Нормально. То есть ты прилетел в Питер, выступил потом обратно в Магнитогорск и сейчас в Москву? Нет, я жил в Питере недельку, вот это вот. Для меня это отпуск такой небольшой, оторваться от реальности. Ну хотя в Питере была такая, конечно, погода, чтобы провести отпуск, но достаточно интересно. Как ты кратал время? Как мы кратывали время? Ходили по всяким кладбищам? Как мы любим, да? В Некрополь, там всякие места, в Кронштадт ездили пару раз даже, смотрели всякие там линкоры. Да, мы кладбище смотрели, да, на какой-нибудь? Ну нет, там кладбища не было. Там я нашел полигональную кладку, вот это самое было интересное. Закладку? Закладку, да. В Питере таких много, да? Нет, наркотиками я не увлекаюсь. Кладку полигональную. Знаешь, что такое вообще-то? Ну что туда, в общих чертах, представляете? В пикте, что? Такие вот камни, такие вот в Питере такая штука есть. Удивительная штука. Что, у вас сегодня необычный состав. Можешь показать вот человека белой футболки? Это Валера, Валера. Я так понимаю, в данный момент он вашу программу, собственно, тренирует? Ну да, он учит, учит наши песни. Валера, как никогда, кстати, сегодня появился в этом зале и сказал, что я готов. В нашей жизни поймел, спас нас буквально. Я так понимаю, что вы не единственная группа, которую он сегодня выручает? Да. Ну, изначально Валера выступал здесь с 3000 мильдара группой, да, но теперь еще и с нами. Как раз это такая удача, что мы играем сразу друг за другом. В общем, идеально все совпало. Я слышал, он сказал, что он переоденет футболку, чтобы как бы в новую роль... Ну, это уже, да, это уже воплотит вопрос сценического мастерства, Валера, поэтому, да, все хорошо. Ваш заболел, да, басист? Да. Мы благополучно выступили в Питере, все было классно и весело, и после возвращения оттуда у него поднялась температура, и он сдавал тесты. У меня, кстати, точно так же было после МФеста в Питере, я тоже заболел. Ну, Вишема убивает, поэтому, ну, он живой, слава богу, все нормально, но, как бы, ковид, у него сегодня пришел положительный тест, и он сказал, что он не сможет, и нам пришлось суперэкстренно искать и кого-то на замену, и, слава богу, Валера нам согласился помочь, что мы ему очень благодарны. Это человек, который может максимально быстро, да, подобрать партии из всех существующих? Это человек профессионал, просто в отличие от большей части нашего коллектива, который этим постоянно занимается, ему, видимо, это проще сделать, и, да, хорошо, что такие люди есть. Это, на самом деле, очень сложный выезд из двух концертов, но получился такой. Ну, во-первых, мы не репетировали, ну, в смысле, мы в Питере репетировали, один раз мы прогнали, только, да. В саундчейке, да? На камеру нельзя было. Нормально, ну, пусть люди знают, правда, да, мы отыграли-то хорошо, что удивительно было, все, в принципе, классно. Кстати, да, мне один из знакомых из Питера рассказывал, типа, мини-отчет о МФесте делал, и говорил, что вот вы прям молодцы, подготовились, чувствуется и хорошо отыграли. Ну, парни репетировали, да, до меня, вот, а я повторял тексты, чтобы их не забывать, как обычно, вот. Ну, в принципе. На дистанционке, да, как сейчас модно? На дистанционке, да. Мы вот сегодня думали так-то, репетировать с басистом, с каким-нибудь из наших знакомых, на дистанционке, Женек, чтобы показывал партии, вот. Ну, появился Валера, и все изменилось. Как бы не пришлось выступать на дистанционке, конечно. Надеюсь, что нет, не до этого не зайдем, да. Слушайте, ну, Эмма-фест, Эмма, черный розовый микрофон у нас, конечно, всегда такой, но сейчас он как никогда кстати, поэтому нужно про Эмма говорить. Может, вспомним какие-нибудь Эмма-группы, которые, ну, типа, любимая Эмма-группа вообще российская за всю историю. Российская? Блин, я... Мне кажется, Never Smile, Never Smile прям круто. В психе, кстати, в психе круто. Да, можно их, если Фел услышит, что группу Эмма назвали, возможно, он очень прибомбит, но да, в психе, Never Smile, кстати. Я думаю, что он не отрицает, что частично хотя бы они все-таки частью этой культуры являются. Ну, Never Smile, наверное, да, из таких, которые прям были в этом жанре, из тех, кого сейчас можно слушать. Потому что я периодически переслушиваю группы тех времен, и некоторые уже просто, ну, типа, слушать больно не очень удобно, а Never Smile классно. Я помню, что они в те годы прям выделялись, да, что у них круто звучал альбом, прям крутой был звук. Если небо запомнит нас, если мне повезет забыть, все, что произойдет сейчас... Да, наверное. Я как-то в Магнитогорске выступал... Женя же зовут, да? Женя Кубынин, Евгений Кубынин, да? Он выступал там «Зима всегда», я чуть до него докопался, там, с каким-то интервью, короче, там, ну, на самом деле, была чушь, конечно, полная. Но хотел про Never Smile поспрашивать, он вообще там отрицал его, типа, вообще, ему как бы неинтересно, ему неприятно, даже тема, мне кажется, по поводу этого. А мы достаточно любили группу эту. Да, то, что неинтересно, как бы, ну, готовы понять, но то, что прям неприятно, это как-то странно. Ну, как-то он, да, так реагирует, типа, на это. Ну, видимо, это совсем не его музыка была, когда они это делали, и просто ему... Остальные парни хотели ее делать, а он так через себя, видимо, какое-то время перешагивал и устал это делать, видимо, поэтому коллектива больше нет. Ну, окей, а какую-нибудь западную тогда классную группу, которая, вот, там, последние лет 15 продолжает быть актуальной, есть такое? Да, слушай, не знаю, как бы, в свете современных тенденций, вряд ли ему музыка вообще, типа, актуальна особо, сейчас там кто-то, типа, Machine Gun Kelly пытается что-то вернуть из этой поры, не знаю, да. Ну, как бы, я все эти группы слушаю, которые я слушал тогда, как раз удивительно, что это, может, совпало с тем, что ты возрослеешь, и говорят, что ты слушаешь то, что ты слушал тогда. То есть я по-прежнему слушаю группы, типа, там, At The Drive In, там, Finch, Funeral For A Friend, по-прежнему, Taking Back Sunday, одни из моих любимых команд. Все группы одни и те же, вот, там, 5-6 групп называют. Вот, вот, да, ну, как бы, большая часть из тех, кто что-то еще выпускает, на самом деле, уже какое-то говно выпускают в последнее время, неслушабельное, но старые альбомы по-прежнему очень классные. За диску, они же крутые, до сих пор, ну, типа, они, мне кажется, левел ап такой, прямо, они на всяких таких мероприятиях играют, до сих пор крутых. Ну, не, ну, да, левел ап, левел ап, это точно, да, тут, как бы, ну, я просто такую музыку не очень люблю, но если говорить относительно про типа про эмо, да, то есть, большая часть, у Taking Back Sunday, просто последний альбом уже какой-то шлак полный, у Finch, к сожалению, тоже, там, первые два альбома были очень крутые, потом все, от The Drive In, последний альбом, ну, вообще, какой-то непонятный. Есть какой-то последний альбом, что-то было? Ну, они же после релэшншипа в Комменс, когда распались, они выпускали еще один альбом, когда у них был reunion спустя, там, черт знает сколько лет, ну, и это не очень вообще, очень плохо. The Rolls сейчас выпустили альбом вот недавно. Да, да, кстати, я послушал, но не знаю, мне не вкатил, я видел на Funky Souls очень много положительных отзывов, типа, говорили, что прошлый говно, а этот классный, мне, наоборот, прошлый понравился. Мне прошлый тоже не понравился, мне вот все, что было до прошлого, нравилось. Мне прошлый больше понравился, потому что он более мелодичный, мне больше запомнился, этот новый я прогнал пару раз и вообще не понял, может быть, надо просто поймать настроение и переслушать еще раз. Ну, я, короче, эту музыку слушаю по-прежнему, так или иначе, в общем, постоянно. Кстати говоря, вот, вы говорите, что, типа, захлебывается вся эта культура, но при этом в Америке же сейчас в октябре будет суперфестиваль, там, в Лас-Вегасе Уэмвэй Уоян, где там все группы той эпохи, и Финч, и Глаз Джо, там, и Теким Бэк Санды, и Саосины все там соберутся, и плюс еще всякие, я говорил, Лавин, Парамора, там. Да, это, да, я видел, что это на мемы разлетелось все, и как бы, не, ну, фестиваль огненный, я, на самом деле, там реально смотришь, и весь список всех групп, которые ты вообще мечтал услышать, но все они будут в Америке, и визу, как бы, я вряд ли получу туда. Мне кажется, знаешь, что это будет такой эмо-взрыв, который потом даст свою волну, который, может быть, даже и до России дойдет? Или ощутиться здесь? Слушай, не знаю, там, на самом деле, большая часть группы что-то выпускают, там, те же F.E.I., например, кого-то еще из того списка, вспомните, они что-то выпускают, но просто в эта волна ушла, и, как бы, они совсем другую музыку играют, поэтому, фиг знает. Было бы, конечно, классно мне, как любителю только музыки, но я понимаю, что это больше, кроме меня, там, не знаю, тебя еще. Согласен, что многие из них поменяли, как и Паникадзе Диск, в принципе, ну, немножко другое все стали играть. Да, 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 это особо никому не надо, ну, было бы круто, конечно, это было бы кайфово, но, не знаю, произойдет. Еще я видел, что какой-то Эмма Круиз там в Америке тоже намечается, Мэтт Катшелл, такой Эмма, типа, блогер есть американский, у нее есть группа, как она называется-то, You're Broken Hero, и они там сейчас делают Эмма Круиз, поедут Андер Роллс, там тоже, таким, Бэк Санды, с ними еще не Фаунд Глори, там, по Панке, и, как бы, вот, кажется, что в Америке этот год 22-й, какой-то прям эмоционный получается. Слушай, ну, это классно, классно, но в Америке-то вообще другая индустрия, там, в принципе, до сих пор, да, слушают какой-то рок, и он собирает у нас, ну, рок-группы. Ну, собирает какая-то только новая волна условная, там, какие-нибудь популярные, там, кис-кис или что-нибудь типа того, а старых из старых, там, только супер какие-то, такие команды типа тараканов собирают, а мало, ну, те, кто начинали в те же времена, но не особо набрали популярность, ничего не собирают, поэтому у нас просто такая музыка не особо катишь. Да и вообще у нас люди неплатежеспособные, к сожалению, по разным причинам, и не тратят деньги на еду и одежду, а не на концерты, поэтому немного политическая нотка залетела. Очень жаль, да, ну, как бы. Так, остается только делать концерт с бесплатным входом. Ну, а там музыканты-то, на что будут жить, им же тоже что-то кушать надо. На пар. Да не, все, мы в ловушке с тобой, Виталий, Эмма не вернется уже, все. Панические настроения, ну, ты, может, что-то скажешь, жизнетвердающие? Ну, это же Эмма, как раз-таки панические настроения, да, так что все еще живет. Через боль, через боль. Это должно быть, да, через боль. Мы прорвемся и еще покажем всему миру, что такая музыка существует, да. Мы, кстати, думаем, что это наш последний концерт, да, Женя? Мы всем покажем, да? Скорее всего, да. До этого не было такого, что вы тоже думали, что это последний концерт? Ну, слушай, у меня как бы не было, потому что все до этого проходило, в принципе, нормально, а вот в этот раз было прям тяжко, прям дико. Ну, короче, была такая история, что до поездки за 3-4 дня я тоже дико заболел, у меня была там температура, вся движуха, и я думал вообще, мне надо в аэропорту просто измерить температуру и скажут, парень, мы тебе отказываем в полете, но этого не произошло. В общем, так просто, в прошлые разы мы собирались довольно быстро и удачно, и все, а в этот раз очень тяжело шло, у нас вот эти фестивали отменяли из-за ковида, да, и там куча всяких, там можно целую, блин, этот, не знаю, сериал на Netflix выпустить, как мы, блин, готовились к этому выступлению, и у нас в последний день в концерт, он, басист, еще заболевает ковидом, это просто... Возможно, еще, это не все, может, сейчас что-то еще произойдет? Да, еще, не знаю, лавина завалит этот клуб, тут выключат электричество, и все начнут грабить его, там, не знаю, уносить отсюда аппаратуру, в общем, я не знаю. Ты клубаешь, что пиздовать вообще, будь здоров, это еще эта проблема такая. Ну, в общем, да, да, я не удивлюсь, в общем, было сложно, как бы для меня в прошлые разы, мне казалось, что тоже мы в последний раз выступаем, просто потому что для меня до сих пор удивительно и как-то немножко гордо, что нашу группу кто-то вообще помнит, и реально, ну, мы в Питер, когда выступали, мы думали, там будет вообще, типа, 10 человек стоять, ну, там было прям почти все, кто пришли, и это очень круто, это реально классно, но я не верил, что до сих пор в 2020 году группы-то не существует уже, там, 15 лет. А песни-то продолжают жить. Это удивительно и классно. Я смотрю по последней в лайнапе, получается, хедлайнеры, ну, нас тогда, нас определили так. Мы когда приехали на саундчек, там ребята вышли, там, гроул, скрим, там, вся эта жесть, короче, и я такой, твою мать вообще, мы туда зашли, это нормально, что мы здесь хедлайнеры, короче, просто мы выйдем на сцену, и все скажут, о, это ангелы, короче, там, не знаю, как максимум, потому что мы там с своими этими... Как хор мальчиков-зайчиков мы буквально звучим. Я знаю, как минимум пару человек в зале, которые вас ждут, из-за вас не уходят, так что надеюсь, что у вас получится выйти, там, ничего не случится за оставшиеся несколько часов. Да, мы тоже еще надеемся, что все будут живы, здоровы, доживут на нашем выступлении, и всем желаем здоровья и счастья после нашего выступления, в том числе, ребята, давайте, берегите себя. Сегодня только здоровое, до завтра, да, никто не болеет, все отлично. Все, спасибо, ждем тогда. Спасибо тебе. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Будем рады вашим лайкам и комментариям. Будем благодарны, если подпишетесь на канал, нажмете на колокольчик или расскажете об этом ролике на одной из своих страниц в соцсетях. Ну и ссылка, по которой нас можно поддержать рублем, также в описании. Имена донатеров мы будем публиковать в титрах наших роликов. Спасибо. Спасибо.